Джо Байден находится под давлением с обеих партийных сторон, чтобы сократить резкий рост нелегальной иммиграции на границе США и Мексики, который он запустил с момента вступления в должность в январе. На фоне его заявлений увеличить нелегальную иммиграцию на 900%, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал правительство стран Центральной Америки сделать больше для сдерживания нелегальной иммиграции и выразил обеспокоенность по поводу состояния местной демократии и прав человека во время визита в регион во вторник. Похоже, началась настоящая торговля между политиками. Блинкен сослался на подрыв на серьезные проблемы в странах Центральной Америки, связанные с судебной независимостью, репрессиями против независимых СМИ и НПО, а также подавлением усилий по борьбе с коррупцией, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, отметив, что США также потерпели неудачу в этом вопросе. Интересно, когда это произошло? По словам Блинкена, который побывал в Коста-Рике, чтобы провести переговоры с лидерами Центральной Америки и Мексики, сейчас как никогда важно региональное сотрудничество для решения этой проблемы. Многие иммигранты, пересекающие границы США, являются выходцами из трех жестких и обедневших стран Центральной Америки – Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, которым Вашингтон пообещал оказать помощь в обмен на обязательства по направлению к большей демократизации их государств. Но учитывая тот факт, что нынешняя, так сказать, демократизация – это прямой путь к социализму и еще большим финансовым потрясением и кризисам. Страны Центральной Америки фактически поставлен ультиматум. Блинкен озвучил выявленный Белым домом причины иммиграции людей из этих стран – это взяточничество, кумовство, признаки авторитаризма и попыток заблокировать назначение судей, имеющих опыт борьбы с коррупцией. Хорошее управление имеет решающее значение для противостояния вызовам и использованием возможностей этого момента. И все же мы встречаемся как раз-таки в тот момент, когда демократия и права человека подрываются во многих частях региона. Мы видим это в эрозии независимой судебной системы, подавление независимых СМИ и НПО, запрет политических оппонентов, подавление усилий по борьбе с коррупцией. Мы понимаем, насколько хрупка демократия. Последние годы мы пережили неудачи в нашей собственной стране. Но этот опыт подчеркнул для нас, насколько важно укреплять институты и нормы, которые защищают нашу демократию. И подтверждается, что способ исправить наши недостатки, это открыто их устранить. Мы рассматриваем вопросы, связанные с укреплением в региону демократических институтов. Это был особый акцент, о котором мы говорили, должно произойти в работе региона. Это укрепление общих принципов, которые у нас есть в отношении демократии, уважения прав человека, свободы прессы и другие, которые являются основополагающими. Это то, о чем мы говорили сегодня во время двусторонней встречи.